Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале. Продолжаю свои прогулки по Москве. Мы с вами находимся в районе метро Бауманская, на Бауманской улице, соответственно. Я уже рассказывала вам о первой половине этой улицы как-то не так давно. И в тот раз я не дошла дальше, не пошла, и вот я решила прогуляться подальше. В прошлый раз я вам рассказывала про мозаику, мозаичное панно возле метро Бауманская. И вот теперь вот такой вот дом. Видите, перед нами деревянный дом, один из немногих деревянных домов в Москве. Это застройка конца 19 века. Вот этот дом сохранился. Это Бауманская улица, дом 39. И я решила немножечко здесь погулять и показать вам, что здесь еще есть интересного. Это улица, улица Бауманская, когда-то носила название немецкая. Она была главной улицей немецкой Слободы, а Бауманская она стала с 1918 года. И начиналась она от перекрестка с Елоховской, Спартаковской бывшей и Покровской, ныне это Бакунинская улица. Итак, вот перед нами еще одно строение. Это дом Крупца Зотова. Здесь раньше находился участок, который... Кстати, здесь Лефортовский переулок, он раньше назывался Плетешки. Здесь находился участок, поделившийся в послепожарное время на три части. Из них две выходили на немецкую улицу, принадлежали они незнатным и небогатым владельцам, были застроены небольшими зданиями. И вот перед 1917 годом, перед революцией, владельцем дома, номер 50-12, был Крупец Торой Гильди Иван Зотов. В 1886 году этот дом был построен архитектом Дриттен Прейс. Он здесь очень много построил в этом районе. В 1987 году здесь был открыт музей Слобода. И здесь с потолка свисал родной для многих жителей матерчатый абажур. Стояла софа, тянулся к потолку фикус. Также здесь была голландская кафельная печь, ампирная люстра, дубовый стол. Сейчас музей закрыт, и здесь находится клуб-кафе. А вообще здесь, в этом районе, жили немцы почти со всех, из всех государств Западной Европы, шведы. Ну, немцы их так называли, раньше это были просто иностранцы. Шведы, англичане, французы, датчане, голландцы, испанцы и прочий народ, который в 16-17 веках русские люди называли немцами. Ну, так как немые, не понимавшие русского языка. Отсюда и произошло название Слободы, немецкая Слобода, ну, а затем ее главные улицы. Здесь жили также и наземные доктора, купцы, заводчики, офицеры, ремесленники и так далее. Вот этот дом, который сейчас перед вами, длинный желтенький дом, это дом 52. Он принадлежал провизору Юлию Мартинсону. Здесь стоял дом, который находился, основался один из немногих сохранившихся образцов старинной застройки немецкой улицы. Дом был уничтожен в 2005 году. И теперь здесь вот этот вот очередной новодел, ну, как бы с сохраненными историческими фасадами. Вот это вот розовенькое, беленькие, вот эти вот три дома, как бы, такой одной стеной стоят. И они имеют общий номер Бауманская улица, дом 54. Это, ну, вроде как сохранили фасады, но, не знаю, разная информация в интернете. Где-то написано, что это новодел. Ну, и дальше здесь по этой улице стоит дом номер 56-17. На углу Ампетерского огорода и Немецкой улицы, там, где в конце 17 века был двор с каменными строениями и сад графа Михаила Мусина Пушкина, сейчас стоит, вон, вы видите, вон в конце такой зелёный трёхэтажный дом, построенный в 1893 году по проекту архитектора Херсонского. Дома, кстати, красивый, угловой, сейчас мы до него дойдём, и я вам его тоже покажу. Вот он, с белыми такими окошками. Очень мешают снимать машины, особенно грузовые, всякие фургоны, фуры маленькие, вот всякие эти газельки. Очень мешают снимать. Ну, и трамваи, конечно же. Весь дальнейший участок номер 58, весь квартал по этой Немецкой улице, между Апетерским и Денисовским переулками, был занят одной большой усадьбой, составлявшая в начале XIX века из двух участков графини Липы и генерал-майора Ломакина здесь. Но значительно раньше, в конце XVII века, на этом участке стояла Голландская реформаторская церковь, отчего часть Денисовского переулка долгое время называлась Голландским переулком. Голландцы составляли немалую часть населения ново-немецкой Слободы. Им в 1694 году было позволено построить свою церковь. Каменное здание вмещало около 200 человек, и есть сведения о том, что в ней был похоронен Франц Лефорт. В 1812 году церковь сгорела, ее участок, и участок, где находилось само обгорелое здание, было продано генерал-майору Ломакину. Оба участка, Литты и Ломакина, в 1830-м годах приобретает купец Василий Иванович Щапов. Ну вот сейчас мы с вами к этому участку подойдем. Вот здесь как раз стоит дом, такой желтенький, дом 58, дробь 3, строение 2. И вот сведений об этом доме нет, но вот как раз то, что я вам говорила, вот как раз на этом месте находился дом Щапова, построенный в конце 19 века по проекту архитектора Шехтеля. Вообще считается, вот этот желтенький дом, сейчас мы с вами дойдем, считается, что дом Щапова был первой постройкой этого выдающегося архитектора в Шехтеле. Вот здесь это все, вот эти участки, вот на этом участке. В 1995 году по решению преферта Центрального административного округа здание было передано ООО Подмосковья и в результате реконструкции было снесено в 1996 году и был выстроен новодел. Этот дом входит в список утраченных памятников Москвы. Вот, про это желтенькое здание, я уже сказала, информации я не нашла, а вот это вот дом, который левее, вот это как раз тот самый новодел, который стоит на месте снесенного дома Щаповых. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, а дальше вы видите дом, он, к счастью, не утраченный. Это дом 58-25, корпус 12, строение 2. Ну, потому что был большой участок, вот так вот, видите, часть сломали. Это особняк, стоящий на углу Бауманской улицы Денисовского переулка. По одним сведениям он 1884 года постройки, по другим 1878 года постройки, и возвел его архитектор Каминский при участии его ученика Федора Шехтеля. И дом был построен для сына Петра Васильевича, Петра Петровича, который и стал продолжателем дела Щаповых. Дом еще знаменит тем, что именно здесь у особняка дворник Щаповых смертельно ранил Баумана, который осквернил государственный флаг, висевший на одном из корпусов фабрики Щаповых. Вот как раз с левой стороны, вот вы видите сейчас угол здания слева, вот где машина сейчас повернула, желтенькая, вот с этой стороны как раз находится место убийства Баумана. Кстати, здесь же на противоположной стороне улицы находится дом, который, к сожалению, я не сняла, мне показалось, что он не заслуживает внимания. Я сняла фанаголистские казармы, отдельным видео у меня будет, и вот как раз возле, ну, в общем, здесь, на этой улице, находится дом, кстати, в котором, по многим данным, родился Александр Сергеевич Пушкин. Ну, опять же, тогда так считалось, что в конце 19 века это был знаменитый дом, и висела доска мемориальная, и тогда же считалось, что именно в этом доме родился Пушкин. Это дом 57, строение 2. А перед вами дом номер 66. В конце 18 века здесь, на большом участке по красной линии улицы, стоят деревянные хоромы с деревянными флигелями на удлах обоих переулков. Все строения сдалили в пожар 1812 года, участок долгое время не застраивался. В 1833 году здесь числилась пустопорожная земля графа Алексея Григорьевича Бабринского. В 1835 году новая владелица, мещанка Авдотья Мухина, строит здесь скромный двухэтажный дом, а позднее участок делится на две части, и на левую, и на углу с бригадирским переулком. Инженер-механик Зварыки на возводе в 1905 году, жилой дом-особняк. Дальше, через бригадирский переулок, в конце 18 столетия находился дом профессора Московского университета Иоргана Шадена, начавшего преподавание в истории после основания университета в 1756 году и проработавшего в нем 41 год. Он был ректором университетской гимназии, читал нравственную и литическую философию, преподавал дечественные и латинские языки. Вот этот дом профессор Шаден содержал пансион, в котором учительствовал он сам и приходящие преподаватели. По рассказам у него дома находилась большая библиотека, занимавшая три комнаты, где все стены от пола до потолка были уставлены полками с книгами, которые можно было читать, не спрашивая. В его пансионе учились Карамзин, Бикетов, Фанвизин. Шаден скончался в 1797 году, на его участии оставили деревянное здание. Позднее, уже после пожара 1812 года, построили каменный дом номер 68, надстроенный и увеличенный в конце прошлого столетия. Ну, а вот этот дом, дом номер 70, это главный дом городской усадьбы Чернышевых, построен в 1881 году, перестраивался в 1913 году, и он является редким образцом дошедшего до нашего времени одноэтажного строения, сохранившего декор, фасадов и интерьеры 19 века. Участок этот принадлежал в начале 20 века Чернышеву Сергею Ивановичу, потомственному почетному гражданину. Красивый домик такой, на самом деле очень интересная отделка. В конце 20-х годов прошлого века здесь расположался детский дом «Красное зернышко». Тогда еще здание сохраняло свой кованый козырек, который позднее был утрачен. Вот над входом был кованый козырек. В 1980-е годы здесь находился врачебный физкультурный диспансер номер один. И еще один дом находится в глубине, дом Чернышева, стоит поглубже. Ну и здесь вот еще в конце уже наши сегодняшние прогулки. Я вам покажу улицу на улице Бауманская, комплекс зданий ЦАДИ, ВИАМ. Это угол улицы Радио и Бауманская улицы. Это комплекс ЦАДИ, то есть Центрального аэродидродинамического института. Ныне это ВИАМ, Всероссийского института авиационных материалов. И занимает этот квартал границы улиц Радио, Доброслободская, Баумана, Новокирочного переулка. Кроме своей исторической ценности, большинство зданий имеют и архитектурную. Это стиль конструктивизм. Все можно обойти по кругу, хорошо рассмотреть. И многие здания имеют статус культурного наследия. Но если кому-то это интересно, я могу это сделать как-нибудь в следующий раз. Сегодня у меня просто такая прогулка по Бауманской улице. Здесь цеха ЦАДИ были построены в 1926-1929 году. Перестраивались в 30-е годы, в 50-м году тоже. И здесь на базе, на его базе был организован завод номер 156, который впоследствии переехал ближе к Яузе. Вот как раз вот это здание. А сейчас здание занимает Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени Грабаря. Это старейшая реставрационная организация в России. Она была основана в 1918 году по инициативе художника и исследователя искусства Идария Эммануиловича Грабаря при отделе по делам музеев и охране памятников искусства и старины. В 1924 году комиссия была преобразована в Центральное государственное реставрационное мастерство и усилиями Грабаря был собран в свет отечественной научно-реставрации того времени выдающиеся ученые-искусствоведы, опытные реставраторы практики. В 1934 году центр был ликвидирован, часть сотрудников центра подверглись репрессиям вплоть до высшей меры социальной защиты. Грабарь был фигурой такого масштаба, что его не тронули. И после войны реставраторов вернули из опалы и по мере освобождения оккупированной части СССР становился яснее масштаб ущерба. И, конечно, памятники требовали восстановления. И был подписан указ Молотовым о разрешении организовать здесь Центральную художественно-реставрационную мастерскую. И, естественно, был привлечен сюда для организации этого опытнейший Грабарь, который, став художественным руководителем этой новой мастерской, фактически воссоздал старые, привлекая для этого уцелевших реставраторов, даже отзывая их с фронтов. Почти вековая история Центра. Здесь и было сохранено множество исторических памятников изобразительного депротивно-прикладного искусства, Владимирские, Ноглородские храмы, Соборы Московского Тремля, множество икон, в том числе как драматик Владимирская, Троица Андрея Рублева, живопись из собрания Дрезденской галереи, из музея Пушкина, Панорама Бородинская битва. Здесь сегодня является Центр одним из немногих реставрационных организаций, обладающих проверенной временем системой подготовки новых сотрудников. И, в общем, вот такая вот история. Об этом можно говорить долго, много, можно снять отдельное видео про этот центр, про вот эти вот дома и погулять здесь между ними, но это уже будет тема отдельного видео. А на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр, всем желаю всего самого-самого хорошего, прежде всего здоровья. и жду вас всех на своем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.